Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам один из вариантов приготовления карамели на молоке без использования сливок. Варианты приготовления карамели очень разные, они отличаются по способу приготовления и по продуктам. И, собственно, консистенция у них выходит разная, текучесть разная. И в зависимости от того, куда мне нужно использовать, готовлю я разные варианты. Если нужно будет, я вам покажу обязательно. Для начала, для этой карамели нужно замочить желатин в воде. Вода комнатной температуры перемешиваем, отставляем в сторону на 10-15 минут, в зависимости от размера гранул желатина, чтобы он полностью набух. Тем временем в кастрюлю с толстым дном высыпаем сахар и ставим на огонь. Я ставлю на небольшой огонь и как раз пускай подогревается. В молоко добавляю сгущенку и подогреваю практически до кипения, чтобы порывать начало, хоть в микроволновке, хоть в кастрюльке. Когда карамель дошла до вот такого вот красивого цвета, добавляем половину горячего молока. Карамель начинает подниматься, становиться корочкой такой небольшой. И начинает соединяться, как бы кипеть молоко. И добавляем оставшуюся половину молока. Теперь уже собственно должна просто раствориться наша карамель в молоке. И когда молоко хорошо разогреется, оно начинает вот так вот сильно пениться. Поэтому кастрюльку берите повыше, чтобы молоко у вас никуда не сбежало. Или периодически просто снимайте с огня. Пускай немножко поварится, минут 5-10 пускай поварится, чтобы стала масса самогущая. Она вот такая вот красивая получается. Снимаем потом эту всю массу с огня и даем ей пару минут постоять, остыть. И затем добавляем вот такой вот уже разбухший полностью желатин. Если вам нужна более жидкая карамель, вы можете не добавлять желатин. Если вам нужна более густая и стабильная, то добавляйте. Консистенция зависит и от количества времени варки уже с молоком. Затем я добавляю сливочное масло. Сливочное масло лучше конечно добавлять, когда сама эта масса дойдет до температуры около 45 градусов. Тогда масло лучше соединиться у вас. У меня ждать времени не было, поэтому я добавляю сразу. Но потом просто нужно вот эту карамель будет пробить блендером. Это для меня было не проблемой. Выливаю карамель и накрываю пленочкой встык. Отправляю в холод до стабилизации минимум 4 часа. Я оставляю обычно на ночь. И затем просто пробиваю блендером. Если вас смущают пузырьки воздуха, которые остаются в карамели, вы видите их сейчас на экране, пропустите массу сквозь сито. Они будут не так заметны. Меня это абсолютно не смущает. В общем это очень вкусно и готовится очень просто. Дерзайте и пробуйте. С вами как всегда был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.